Здравствуйте! Меня зовут Технослав Бергамот и сегодня в видео на Gagadget.com у нас вот такой вот Android смартфон, защищенный Samsung Galaxy X-Cover. Посмотрим, что у него в коробке. Коробочка, надо сказать, довольно-таки небольших размеров. Вот сам аппарат. Что у нас еще есть в коробке? Быстренько пробежимся. Есть карточка памяти на 2 ГБ вместе с адаптером к картам SD. То есть можно карту вставлять в адаптер и потом подключать к кардридеру, либо вставлять в ноутбук. Еще есть вот такая вот маленькая зарядка. Зарядка microUSB. Есть USB кабель и есть здесь гарантийный талон, инструкции. Хотя это серая поставка и здесь инструкция есть на английском, на итальянском и гарантийный талон все равно не будет действителен. Что можно сказать о самом смартфоне? Это довольно-таки симпатичный на вид аппарат с вот такой рифленой, как в последнее время у Samsung стала, крышечкой. У него поверхности боковые такие противоскользящие. Это мне нравится, это хорошо. У него аппаратные кнопки, чтобы это все меньше скользило и лучше работало в каких-то полевых условиях. У него защищенные заглушками разъемы для microUSB. Снизу довольно-таки туговато открывается. Смотрите, как глубоко утоплен сам разъем. Тот редкий случай, кстати, когда заглушки, это хорошо. Обычно они мне не нравятся. Есть заглушка для наушников. То есть, в принципе, если вот так закрывать, то мы в большей степени обеспечим отсутствие проникновения влаги внутрь. И стоит сказать, что крышка закрывается, как у защищенных телефонов, вот таким болтом, который рекомендуется вот таким легким движением, даже не знаю, как это показать, но не важно, открывать, либо закрывать. То есть, вот поворот, и теперь крышку можно снимать. Крышка вот так отдирается. Она очень легкая, гибкая, но это сейчас последнее такое поколение мода. Либо технологическое, либо еще какая-то. Здесь у нас внутри аккумулятор емкостью 1500 мАч, 1,5 мАч. Вот так хитро вставляется карточка. Это не родная карточка, не пугайтесь, я ее вставлял сам. У нее вот такой хитрый механизм. Сейчас еще раз покажу. Ой. Вот ее нужно так вставить и немножко назад. А вынимать, соответственно, наоборот. Ну, все довольно легко и просто. Карточка операторская тоже вставляется легко и непринужденно. Из интересных вещей в этом аппарате можно назвать фонарик. Функция фонарика, она у него штатная. Фонарик вызывается в режиме блокировки экрана нажатием на клавишу громкости вверх. Чтобы выключить фонарик, нажимаем на клавишу громкости вниз. Сейчас мы это еще потом посмотрим. В качестве сравнения размеров у меня под рукой нашелся лишь Optimus Link с двумя сим-картами, которые более-менее подходят по классу. Хотя у самсунговского аппарата чуть больше диагональ экрана. Он в целом чуть посвежее, поновее. И его размеры чуть побольше. Вот, в принципе, если положить один на один, все становится ясно, понятно. Но это не такая же важная характеристика была. Значит, как у нас включается фонарик? Вот, в режиме заблокированного экрана нажимаем, удерживаем клавишу вверх. Отставить. Нажимаем, удерживаем. И вот он включается. То есть экран должен быть выключен. Чтобы отключить фонарик, достаточно вот раз нажать одно легкое касание. Итак, двухсекундное касание на клавишу вверх, секундное на клавишу вниз. Приятная функция. Почему ее не добавляют во все аппараты, сказать сложно. Что у нас здесь внутри? Внутри обычный Android с оболочкой TouchWiz. Здесь установлено по умолчанию три рабочих стола. Их можно число довести до семи. Очень простое меню. Разрешение 480 на 320 разрешение у крана. Здесь стоит версия Android 2.3.6. Не знаю, насколько хорошо вам будет видно. Из особенностей в меню есть меню управления фонариком. Здесь можно только его установить в кнопку отключения по тайм-ауту. Если им не пользоваться, телефон ожидает какое-то время и отключает. Если никаких действий с ним не производить. Что еще есть? Стандартное меню. Приложения стоят все обычные. Есть вот некий Music Hub. При запуске которого говорится, что услуга будет доступна скоро. Когда скоро, еще неизвестно. Ну, вот так вот, во всяком случае. Стоит Polaris Office. Есть диктофон. Магазин приложений Samsung. Тестер ставил уже я дальше. Собственно, про Android особенного рассказывать не будем. Потому что все хорошо знакомы с этой системой. Остается лишь добавить, что это хороший аппарат. Ладно, лежит в руке. Стоит он чуть больше 2000 гривен. Серой поставки. Кнопочки приятные. Защищенность у него по классу такому, которая не позволяет его погружать очень глубоко в воду. Но, тем не менее, он, скажем так, лучше защищен от попаданий влаги, пыли, чем другие телефоны. Просто в силу своей конструкции. В силу своих конструкционных, конструкторских особенностей. Итак, самая, наверное, главная часть экспериментов над смартфоном Samsung Galaxy X-Cover – это его погружение в воду. Работать под водой его спецификации полностью не позволяют. Но они позволяют частичное погружение в воду. Вернее, погружение в воду абсолютно полное, но на некоторое время. Значит, на всякий случай проверяем, все ли заглушечки у него на месте. Завинтен, закручен ли винт. Все вроде бы хорошо. Итак, смертельный номер. Если вы это видите, значит, у нас все получилось. Итак, он под водой. Теперь я попробую на него еще и позвонить. Одну секунду. Идет вызов. Ну. Вот. Он даже звонит. На этом эксперимент можно считать оконченным. Аппарат выдержал все испытания. На этом, наверное, все. Смотрите, читайте дальше наш обзор. И оставайтесь в курсе новинок техники. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok